Добрый день, коллеги. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить, рассказать о нашем опыте. Постараюсь подытожить предыдущих спикеров, не продублировать те ключевые вещи, которые были произнесены предыдущими докладчиками, а рассказать что-то новое. Именно в части экспертизы проектной документации, рекомендации с позиции спектрум холдинга компании, которая выступает как управляющий проектом, как технический заказчик и имеет свой проектный опыт и выступает как проектировщик. Слайд исключительно следующий, который сейчас на экране, для того, чтобы показать, что у нас есть опыт как проектировщика, как консультанта, так и управляющего процессом, техническим заказчиком. Поэтому постараюсь раскрыть с разных сторон тему. Немного тоже о нашем опыте в части инфраструктурных проектов, коммерческой недвижимости, то есть в портфеле достаточно большой разнообразный опыт. Ну и переходя к непосредственно нашей текущей теме, к индустриальным паркам. Значит, ключевой особенностью, который при подготовке доклада, выделил то, с чем сталкивался я лично как разработчик нулевого цикла девелоперского проекта индустриального парка. И то, что, так сказать, наложило отпечаток на весь жизненный цикл проекта. Это то, что индустриальный парк – это у нас совокупность разных функциональных назначений. То есть это складской, административный, производственный, с определенным дополнительным сервисом. Что зачастую, говорю на примере своего опыта, это опыт индустриальных парков в Ленинградской области и Московской области. Да, зачастую это не бьется с функциональным зонированием, со схемами территориального планирования и накладывает определенные сложности на подход к реализации проекта. Ну, вкратце про парки, да, то есть у нас бывают действующие площадки, создаваемые, скажем так, Greenfield и определенное комплексное развитие территорий с разного рода особенностями. Привел такую достаточно интересную картинку из ГОСТа, из чего состоит парк, да, то есть это работа и с земельным участком, и с инфраструктурой определенной транспортной, и с подводкой коммуникации под управлением группы управления проектом. Что является ключевым фактором, наверное, для реализации проекта и для положительного окончания экспертизы? Ну, экспертиза проектной документации, получение положительного заключения экспертизы, как правило, для инвестора, заказчика, застройщика, для всех участников проекта, является первым ключевым триггером, ключевой вехой в рамках реализации проекта, который позволяет уже выйти в этап реализации. Фактически открывает такой билет в стройку. Но чтобы до него добежать, нужно грамотно подойти и к реализации проекта. А это еще начинается на этапе мастер-планирования на девелоперской стадии, предпроектной стадии. Исходя из своего опыта, да, выделил такие ключевые особенности. На этапе мастер-планирования очень подробно, очень вдумчиво необходимо подойти к проработке обеспечения инженерного обеспечения территории как внутри площадки, так и снаружи. Как говорили предыдущие спикеры, в частности Ирина из компании «Северин», уточняла, что есть вопросы, связанные с подключением и территории, и инженерное обеспечение внутри территории. Зачастую это требует такого глобального подхода внутри района, квартала, для того, чтобы можно было реализовать. Аналогично с вопросом транспортной доступности, с категорированием уличной дорожной сети, с подключением непосредственно, с обеспечением заезда на территорию. Далее, исходя из такого здравой парадигмы, что слона лучше есть по кусочкам, рекомендую, исходя из своего опыта, опыт наш в основном относится к частным инвестициям, то есть не государственным, а к частным заказчикам, застройщикам, оба проекта, которые последние были, это два Гринфилда, и чтобы реализовать, там не было ни особо экономической зоны, ничего такого, чтобы нам помогло, облегчило сбор ИРД и получение определенных согласований, поэтому проект максимально дробили на разный функционал и выделяли разные комплекты проектной документации, чтобы минимизировать риски, и была возможность получения последовательных комплектов разрешения на строительство с разным функционалом, и чтобы это можно было запустить, может быть, где-то параллельно, а где-то последовательно. Ну, в частности, говорю о том, что есть административный, складской, производственный функционал, зачастую у производственного есть определенная санитарная зона, это накладывает определенные ограничения при формировании генплана, и иногда разделение на отдельные функциональные пакеты, то есть комплекты, резко увеличивает шансы на реализацию проекта. Ну и, конечно же, отдельно работает по определению необходимости государственной и негосударственной экспертизы, чуть дальше подробнее расскажу об этом, и коллеги уже немножко затрагивали предыдущий спикер эту тему. Значит, специально хочу акцентировать внимание на таком достаточно простом слайде, но показано три ключевых, да, у нас участника реализации проекта – инвестер, заказчик-застройщик и команда проектировщика. Очень часто происходит заблуждение, что, подключая проектировщика, именно он является ответственным лицом за проект, именно команда проектировщика принесет положительное заключение экспертизы и будет таким ключевым драйвером процесса. Вот это самое большое заблуждение, которое только есть, потому что, чтобы реализовать комплексный проект, которым является индустриальный парк, необходимо участие на всех уровнях и понимание масштаба инвестиций, возможности и графика финансирования, понимание технологических аспектов, возможности решения вопросов, связанных с получением исходно-разрешительной документации, корректировкой градорегулирующих документов, с статусом заказчика-застройщик, крупный масштабный инвестиционный проект регионального и федерального уровня, либо стратегический. Команда проектировщиков – это, по сути, руки такой аналитической, интеллектуальной основной команды управления, которая именно формализует в технические документы, в проектную документацию, те ключевые вводные, те ключевые исходные данные, которые команда застройщика, инвестора и технического заказчика ему передает. То есть такой вывод – для успешного прохождения экспертизы необходима работа всех участников проекта, а не только проектировщиков. Так, по поводу государственной и негосударственной. Ну, как уже было сказано предыдущим докладчикам, постараюсь ускориться. У нас, возможно, две формы – государственная экспертиза и негосударственная. Государственная – это в основном при привлечении, действительно, государственного или городского финансирования. Ну и когда появляются критерии особо опасного, технически сложного или объектов, связанных с статусом объекта культурного наследия. Все остальное может попадать в негосударственную экспертизу. Ключевые критерии, значит, отбора сейчас по государственной экспертизе описаны сейчас на слайде. Не буду, чтобы сильно не затягивать, останавливаться на этом. Кратко озвучил. Двигаемся дальше. Негосударственная экспертиза, повторюсь еще раз, это в основном объекты коммерческие. Отчасти соглашусь с предыдущим оратором, что негосударственная экспертиза проще в рамках прохождения. Стоит обратить внимание, что в рамках, что государственной, что негосударственной. У нас по последним версиям государственного кодекса появилась процедура, так называемого, сопровождения государственной экспертизы или негосударственной экспертизы после ее прохождения. Достаточно удобная процедура, которая позволяет минимизировать масштабы прохождения повторной экспертизы в случае необходимости. Кратко об исходных данных и ключевых материалах, которые, скажем так, неотъемлемая часть комплекта проектной документации и получения положительного результата по экспертизе. В контур ответственности заказчика-застройщика попадает собрать огромный пакет, это, скажем, документов, которые необходимы на этапе экспертизы. Ну, ключевые – это, конечно же, градостроительный план земельного участка, это документ, который отображает действующие ограничения на земельный участок, является такой картой для генпроектировщика и для экспертов, которые будут проверять проектную документацию о всех действующих ограничениях. Естественно, вторым пунктом является документация по планировке территорий, проект планировки вживания территорий, иногда это бывает проект планировки линейных объектов, сейчас отдельно упростился алгоритм получения ППТ на линейные объекты. Важным аспектом является документ, который называется заданием на проектирование, его готовит технический заказчик или заказчик застройщик строительства и уже подписывает, визируется к генеральным проектировщикам. Маленький такой комментарий из практики. Для экспертизы зачастую, конечно, сложно для государственных объектов, с государственным финансированием, но для объектов с коммерческим, зачастую перед экспертизой идет корректировка, такое упрощение, скажем так, задания на проектирование. Вот предыдущий оратор говорил о подготовке задания на проектирование и очень детально рассказывал о том, что необходимо там учесть. Чувствую мы в рамках контрактного задания на проектирование указываем больше требований, чем это необходимо, что является естественным процессом. Но для экспертизы рекомендуем упростить определенные вещи, может быть, подготовить дублирующие. Но, повторюсь, в рамках частного финансирования это является более простой процедурой в рамках государственного чуть-чуть пославления. Бывают аспекты, когда мы действуем или работаем в зоне объектов культурного наследия или с объектами культурного наследия, как ни странно, но бывали и такие примеры у нас. Поэтому необходимо в отдельных случаях еще задание на проведение работы по сохранению объекта культурного наследия. Обязательным аспектом, конечно же, комплекта документов, по сути, дополняющие, то, что было показано в рамках 87-го постановления, это про устанавливающие документы на объекты, на земельный участок. Это договор свидетельства о регистрации, выписке, договор на помещении, если мы говорим о реконструкции кадастрового паспорта или выписке. О отдельных случаях это документы, как я уже сказал, по объектам культурного наследия. Очень большое количество справок. Вы сейчас на экране видите такой достаточно большой перечень. Сбор этих всех справок либо перекладывается заказчиком, застройщиком в контур подрядчика, проектировщика, либо технического заказчика, либо собирается самостоятельно. Некоторые справки можно переложить, получение, могут быть получены в рамках инженерных изысканий, в частности, экологических, например. Справка, например, о определенных характеристиках по качеству воды или растений, животных, в рамках работы подрядчика по инженерным изысканиям, возможно, переложить на подрядчика. Но, тем не менее, для того, чтобы получить положительное заключение, помимо комплекта проектной документации, весь ключевой перечень исходных данных, для проектировщика, которым являются эти справки, необходимо собрать и получить. Далее. Инженерное изыскание. Тоже достаточно большой комплект документов, получение которого растянуто во времени. Во многих регионах это еще связано с согласованием, достаточно длительным после выполнения работ, с балансодержателями сетей, например, в части геологических изысканий, в части геологии, это получение разрешения на проведение работ. В каждом регионе свой порядок немножко. Поэтому в рамках реализации проекта необходимо внимательно подходить к началу работ по изысканиям. Для мастер-планирования проводить какие-то укрупненные первые разведывательные, получение опыта по съемке участка, возможно, пару скважин, которые необходимы будут для этапа мастер-планирования, девелоперского такой работы. Далее. Приступить к получению уже полного комплекта инженерных изысканий уже непосредственно на этапе проектирования, чтобы можно было детально утвердить программу, посадку зданий, определенный тип фундаментов, увязать с техническим заданием и программой на геологию, экологические изыскания, потому что экспертиза очень внимательно смотрит на стыковку все-таки этих вещей. Здесь отдельно стоит сказать, в рамках такого доклада о экспертизе, что инженерные изыскания могут проходить процедуру отдельную от проектной документации экспертизы инженерных изысканий. Иногда это бывает логичным, потому что все-таки подрядчика по инженерным изысканиям мы на старте проектирования контрактуем, и достаточно долгое время мы не можем с ним закрыть контракт, потому что проектирование тоже занимает определенный период времени, не менее полугода, в части, если комплексные проекты территорий, развитие территории индустриального парка. И есть смысл ускорить этот процесс и пройти инженерными изысканиями вперед, нежели чем совместно с проектной документацией. Обращу еще внимание, что к типовым изысканиям геологии, экологии и геодезии у нас обязательно очень много территорий, особенно в определенных регионах, связанных с археологическими изысканиями, об этом тоже необходимо не забывать. Также у нас есть, существует обследование на наличие взрывоопасных предметов. В некоторых регионах это является обязательным, скажем так, эх войны. Сейчас мало территорий, на которых не производились обследования на ВОП, но, тем не менее, они еще остались. Плюс результаты сейсмического микролионирования в регионах с высокой баллом сейсмической активности, тоже это является необходимым и обязательным. Отчеты по гидрометеорологическим изысканиям также должны входить в контур задач, которые, отчетов, которые должен получить заказчик-застройщик для прохождения экспертизы. Обязательным, конечно, является получение технических условий, чтобы получить положительное заключение экспертизы. Это не только инженерные сети, о которых говорили коллеги, показывали ранее, но и такие сети, как телефонизация, радиофикация, передача сигнала, культа-01, также ТУ на вынос сетей, поскольку экспертиза очень внимательно рассматривает, подходит к каждому документу. Стоит здесь, наверное, обратить внимание, что экспертиза рассматривает, прежде всего, документы, сравнивая их между собой. То есть в конце, у меня есть последний слайд с выводами, там я отдельно подчеркну, что, к сожалению, получение положительного заключения экспертизы не всегда равно разрешению на строительство. Почему это происходит? Потому что эксперты обычно сравнивают исходные данные и проектные решения на нем, возможности, указанные в ТУ, и проектные решения, расчеты, заложенные в проектной документации. То есть экспертиза рассматривает документы, которые вы ей принесли. Если у нее не складывается пазл, какой-то информации о исходных материалах, либо результатах проектирования не бьются, то начинают возникать сложности с получением положительного заключения экспертизы и набывают аспекты, когда не совпадают какие-либо формулировки, которые пропустили в экспертизе в момент разрешения на строительство. То есть здесь приходится уходить, скажем так, на корректировку, на второй круг, либо уточнять формулировки. Очень важно, чтобы технические условия были выданы над ТУКом то название проектной документации, которое у вас находится в экспертизе на проверке. Также стоит не забывать о технических условиях на примыкание к дорогам общего пользования. Они бывают трех видов, то есть выдаются балансодержателями. Бывает, также существует комплект заключений, которые необходимо получить на проектную документацию. Это заключение Роспотребнадзора по проекту Центрозащитной зоны. Иногда бывает необходимость в случае наличия застройки рядом проекта по сокращению СЗД, заключения органов соцзащиты, потому что мы все-таки обеспечиваем рабочими местами хотя бы задание на проектирование согласовать с отделом соцзащиты региональным необходимо. Важным аспектом, особенно для Москвы и Санкт-Петербурга, это свидетельство о получении АГР, архитектно-строительного решения. Здесь бывает, конечно же, что на этапе проекта планировки уже идет определенное согласование в рамках согласования облика, но тем не менее на объекты, если мы идем с отдельными комплектами, необходимо проходить эту процедуру. Сейчас вот последним примером в Московской области в рамках государственной экспертизы для меня был прецедент, что мы не смогли даже войти в экспертизу, не имея заключения свидетельства об утверждении государственного облика. Хотя ранее можно было это выполнить по гарантийному письму и увязывались выход из экспертизы с получением свидетельства, что БТЭПы у нас четко бились в случае внесения изменений в процессе экспертизы. Далее двигаемся с заключением Росрабовства, с заключением Росавиации. Это достаточно долгое по процедуре размещение объектов в границе приодромных территорий. Особенно в рамках Москвы и Санкт-Петербурга достаточно длительная процедура, докладывать необходимо не менее трех месяцев. Длительным и важным документом экспертное заключение в части БУЗа, Центра гигиены и эпидемиологии, опять же, из практики. И, увязываясь с одним из первых слайдов, я уже говорил о том, что это разнофункциональные объекты, очень непросто в плане индустриальных парков получить заключение в БУЗа, потому что все-таки производственные объекты, они имеют свою санитарно-защитную зону. Для вспомогательного необходимого обеспечения производственного цикла мы добавляем помещение административное, гостиничного функционала и складского, и не всегда в рамках выделенной нам территории это удается сделать. Поэтому определенная работа с Центром гигиены, с получением санитарно-эпидемиологического заключения рекомендую начинать уже на этапе мастер-планирования предначальных проектных проработок. Исходя из опыта, это один из самых таких бальных вопросов. Не буду долго говорить о всем перечне заключений. Я думаю, что здесь отдельно остановлюсь только на том, что необходимо внимательно в рамках мастер-планирования группе управления проектом рассматривать не только территорию, на которой будет проходить застройка, но и прилегающие территории на наличие объектов археологии, объектов культурного наследия, объектов ООПТ, которые могут за собой повлечь дополнительные проектные документы и длительные процедуры по их согласованию и получению заключений. Границы ООПТ, ОКН, все прибавляет примерно по 3-4 месяца как минимум к разработке проектной документации. Ну, чтобы подытожить, вот, ключевое из практики, из того, что произнес ранее. Значит, из практики с чем сталкивались? Это согласование облика. Вот последний прецедент, который был для объекта индустриального парка в Московской области с частным финансированием. Порядка шести месяцев эта процедура у нас заняла. Достаточно долго не вписывалась в общую графику стратегии реализации. Дополнительной проблемой, как уже отдельно останавливалось, это получение согласования Центра генной эпидемиологии. Важно для команды, которая планирует реализовывать проект на старте, понимать и закладывать неизбежность повторного прохождения экспертизы. Как предыдущий оратор тоже об этом говорил, подтверждаю это, что зачастую, неважно, это индустриальный парк в рамках реализации строительного проекта, как минимум одно прохождение экспертизы на конце дополнительное, оно необходимо закладывать и в бюджетную составляющую, и в график. Возможно, и стоит, наверное, подумать о том, чтобы перенести его в контур ответственности агент-подрядчика, об этом чуть позже скажу. Ну и важный тезис, который тоже важно, извините за тавтологию, учитывать, это то, что экспертиза, она рассматривает исключительно те документы, которые мы передаем ей. И положительное заключение экспертизы не равно получению разрешения на строительство. Точнее, не всегда равно автоматическое получение разрешения на строительство. То есть у нас экспертиза все-таки проверяет соблюдение исходных данных, технических условий, соблюдение норм ГОСТов, стандартов и правил, но перепроверка с точки зрения градостроительного регулирования, с точки зрения правовых оснований у нас происходит в момент получения разрешения на строительство. Сейчас на экране пример дорожной карты, которую мы готовили в рамках формирования мастер-плана для индустриального парка в Ленинградской области на юге Санкт-Петербурга. Здесь скорее она дана как пример и в подтверждение слов коллег о необходимости такой достаточно глубокой проработки до выбора генерального проектировщика. По сути, два последних прямоугольника с правой стороны – это проектирование и строительство. Все, что до этого, это является процедурой именно девелоперской составляющей, предпроектной стадии, мастер-плана, получения прав собственности, разработки проекта, планировки. Та огромная львиная часть работы, которая относится именно к команде управления проектом и к которой необходимо очень внимательно подходить, к которой также говорили коллеги ранее. Считаю, что завершая свой доклад, важно сказать о том, как мы переходим от проектирования, от проектной документации к строительству. Есть разные типы методы закупок, но как технический заказчик мы уже на этапе проектирования, этапе формирования стратегии реализации проекта рекомендуем подумать о том, как мы выбираем генерального подрядчика. Коллеги говорили ранее о том, что у нас есть одностадийное, двухстадийное проектирование, о том, что есть проектная документация, рабочая. Коллеги, которые говорили о рисках, говорили о таком термине, как тендерная документация. В нашей практике мы рекомендуем заказчикам, подчеркну, для коммерческих заказчиков это является достаточно простым прецедентом, мы рекомендуем сформировать и включить в объем контракта генерального проектировщика, помимо стадии проектной документации, тендерную документацию. Тендерная документация дополняется коммерческими сметами, так называемыми bill of quantity, BIQ, на основе которой мы выбираем генподрядчика. Одно из таких основных положительных примеров реализации как индустриальных проектов, так и проектов в портфеле нашей компании является такая схема, как design and build или progressive design and build, когда мы выбираем генподрядчика по твердую цену на основании BIQ и тендерной документации по твердую цену, закрытый срок с отсутствием возможности, скажем так, внесения изменений либо внесения изменений по инициативе генподрядчика, но с обязательством перепройти экспертизу и с возможностью уточнить рабочую документацию уже непосредственно под какие-то ключевые типовые решения или под базу механизации, которая есть у генподрядчика, либо под типовые наработки. Что достаточно удобно, потому что если вы управляете процессом реализации проекта и разрабатываете проектную документацию сами, то есть заказываете отдельно, возможно, совместно с одним и тот же исполнительством, с рабочей документацией, но далее передаете ее генподрядчику, то вы становитесь немного заложником ситуации, что в случае внесения изменений вам подрядчик, рабочая документация подрядчик всегда может приостановиться или прийти за доп. деньгами. В случае схемы design and build или progressive design and build здесь мы более защищены в этом вопросе. Почему об этом я заговорил? Потому что все-таки завершение проектной документации, получение экспертизы положительной, это, как я сказал вначале, выход на возможность строительства. И в рамках задания на проектирование к генпроектировщику убежден из опыта, что необходимо подумать, какой результат работ мы все-таки получим от генпроектировщика. Степень проработки стадии ПД по 87-му постановлению достаточно абстрактна, поэтому законтрактоваться с минимальными финансовыми рисками с генподрядчиком на этой стадии практически невозможно. Поэтому из рекомендации ключевой как завершение проектного процесса это заранее вы сформулировать и утвердить способ определения методики закупки, в частности, договора генподряда, обратным ходом учитывать объем работы по договоре генпроектирования и результат работы генпроектировщика. Что позволит, как показал коллега, вот эта вот связь между переходом информации с этапа проектирования к этапу строительства минимизировать вот этот вот разрыв, потерю информации. Плюс обеспечит дополнительную перепроверку не только проверит экспертиза строительная, но и непосредственно строители, подрядчики дополнительно еще до момента получения положительного заключения экспертизы смогут перепроверить результаты проектировщика. Вам, как потенциальному заказчику, это дополнительная проверка, что обеспечит снижение и стимостных показателей, а также даст возможность еще на этапе экспертизы какое-то то или иное решение, может быть, улучшить, оптимизировать. Мне кажется, это такой подход, он как раз хорошо завершит рассказ, доклад о экспертизе проектной документации. То есть, повторюсь, на завершающем слайде хорошим опытом при реализации проекта была схема выбора подрядчика на прогрессив дизайн и билд. Мы ее провели, либо на схеме дизайна и билд. На самом деле, у меня все. Если есть вопросы...